Спустя год молчания вернуться в Россию решила узбекская марка Ravon. Напомним, что бренд родился 4 года тому назад на основе совместного предприятия GM Узбекистан. Минувшей зимой американцы продали долю совместном предприятии государственной компании Узавтосанаат и теперь отпущенный в свободное плавание Ravon попытается заново освоить рынки. Продажи в Беларуси и Украине уже возобновлены. В Казахстане запущена локальная сборка и такой же сценарий приготовлен для России. Превращать машинокомплекты в автомобили будет завод Derweiss в Карачаево-Черкесии. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов. Ранее предприятие занималось выпуском черри или фанов, но прошлой осенью завод обвинили в уклонении от уплаты налогов и китайские партнеры вывезли свое оборудование. Теперь Derweiss попытает счастье с маркой Ravon. Модельный ряд пока не объявлен, но в соседней Белоруссии на рынок вышли Ravon R3, клон Chevrolet Aveo, и Ravon R4, он же Chevrolet Cobalt. На них пока действует общий на Евразийский союз сертификаты одобрения типа. Фестиваль дрифт-культуры Drift Expo Track Mode меняет формат. 1 июня его участники будут жечь резину и создавать облака на настоящем гоночном треке ADM Raceway в подмосковном Мечкове. В программе мероприятия заезды Power Slide от профессиональных пилотов, дрифт на раллийном КАМАЗе от команды КАМАЗ Мастер, дрифт-такси, соревнования трайков, открытые уроки дрифт-школы и много конкурсов для посетителей. На фестиваль приедут пилоты российской дрифт-серии Дамир Идиятурин и Федор Воробьев, Никита Шиков из Toyota Team Russia, Сергей Кабаргин, известный под ником DD Kava, а также заслуженный мастер спорта России, призер Дакара и марафона «Шелковый путь» Айрат Мардеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова